Друзья, всем привет! Сегодня мы поиграем в настольную игру аббатства. Мы будем представлять собой наставников, главных, в общем, в монастыре. И будем конкурировать с другими аббатствами за самую лучшую библиотеку. То есть, у кого будет в монастыре самая лучшая библиотека, тот и победит. Друзья, следующая информация очень важна для развития нашего канала, поэтому прослушайте, пожалуйста, до конца. Дело в том, что наши любимые викинги недавно перевалили отметку в 20 миллионов игроков. И вот что действительно странно, это почему вы еще не играете с нами. Знаете, что в викингах по-настоящему сильно? Это полная свобода действий в игре. Хочешь, покоряй мир дипломатией. Хочешь, строй неприступный город с мощнейшей экономикой. Ну или просто зовете друзей, собираете армию и идете крушить врага. Я предпочитаю именно вот такой агрессивный стиль игры. В общем, все, кто помнят те самые стратегии и РПГ из 90-х и 2000-х, точно залипнут в викингов. Просто поиграйте ровно 5 минут, и вы поймете, почему уже 20 миллионов игроков по-настоящему любят эту игру. И, друзья, я вас очень прошу, переходите по тем самым линкам в описании. Качайте игру именно оттуда, потому что тем самым вы поддерживаете развитие канала Твой Игровой. И я смогу делать для вас еще больше видео по нашим любимым настольным играм. И плюс ко всему, там ждет вас 200 голды и бесплатный щит в подарок. Так что вперед, я в вас верю. Мы будем вначале набирать себе, то есть игра делится на две таких условных части. Первая, где мы набираем себе карты в руку, после того, как прогоняем всю эту колоду, потом за некоторые карты мы будем проводить аукцион. Сегодня со мной играет Сережа, руки Сережи, руки Настя и руки Фила. Со мной играют тоже, как бы странно это ни звучало. Итак, победные очки здесь даются, смотри, здесь, значит, карты есть, условно говоря, трех видов. Это карты с золотом, 1, 2 и 3 номинала, да, то есть такой вот огромный сундучище с золотом. И такой вот маленький кошелечек, да. Ну, монахи, они к деньгам вообще как-то. Да, есть карты томов, причем они, условно говоря, делятся на 5 разных категорий. Да, вот здесь значочек, 5 категорий томов. Мы будем, значит, победные очки получать за что? Вот эти цифры, да, они складываются в конце игры по каждой категории. То есть они разного номинала. Бывают вот с такой ступочкой, карточки 3, 2, 1, 4, по-моему, самое большее. Но я не помню, возможно, я и набрал сейчас. Ну, не точно. Да. То есть мы сложим все вот эти цифры по каждой категории и получим то количество победных очков, сколько будет вот на этих кубиках. Ну, на этом, допустим, да. Вот здесь сейчас 3. Но с помощью карты церкви, когда игрок получает себе в руку карту церкви, он тут же может изменить кубик на вот это значение. То есть вот я взял эту карточку церкви, могу любой из кубиков повысить на 1. То есть ценность данной категории повысить. Либо понизить. Либо понизить. Либо еще бывают карты, где ты можешь и понизить, и повысить. Ну, то есть... Плюс-минус? Плюс-минус, да. Они всегда любую категорию можно, да? Да-да-да. Любую категорию, да, по своему выбору. То есть нет конкретных. Понизьте вот эту на 1. Конкретных нет, да. Все понятно. Вот и все. Сейчас, значит, мы вот эти... А как ход? Сейчас я расскажу. Вот эти 3 карты мы убираем, поскольку мы играем втроем. Так. А золото там еще есть. Да, эти карты мы хорошенечко перемешиваем. Видели золотишко? Все, больше его не увидите. Да, ну это я просто для примера вам показал. Ой, а у меня с собой Д20 есть. Можно? Залю 20 очков, чтобы получить. Неплохо, да. Сейчас я по карточкам церкви уточню. Значит, это единственное, что я не очень хорошо помню. В любой момент, как только игрок получает карту церковь, игра немедленно приостанавливается. То есть вы церковь можете получить как на этапе аукциона, в торгах, да, так и на этапе первом, когда мы просто будем набирать карты в руку. А игра проходит следующим образом. Мы вот эту колоду сейчас кладем, так, чтобы все могли до нее дотянуться. Это обязательно важное условие. Хорошо. И, допустим, начиная с меня, с первого игрока, поскольку мы играем втроем, я беру 4 карты. 4 карты, смотрю на них. И моя задача сейчас в следующем. Я обязан одну карту положить на будущее в аукцион, за которым мы будем торговаться. В закрытую? В закрытую, да. Одну карточку выложить также в закрытую перед собой. Она потом попадет ко мне в руку. Угу. Остальные карты я в открытую кладу на общий стол, и начиная с игрока слева от меня, вы выбираете, какую карту взять себе в руку. Да, ну, соответственно, если ты церковь выберешь, то ты повысишь категорию. А Настя достанется том, грубо говоря. Угу. И так потом ты становишься активным игроком и делаешь то же самое, да, то есть берешь 4 карты, одну обязательно себе, одну обязательно на будущее в аукцион. И так проходит до тех пор, пока мы не прогоним всю вот эту колоду. Золотишко. Да. Карты золота тоже можно отправлять на будущее в аукцион. То есть за все остальные карты... А ты же не видишь? Ты смотришь. А, ты смотришь. Просто ты сразу в закрытую положил, я подумал, что... Ну да, нет, ты смотришь, конечно же. А, все. То есть я взял вот эти вот 4 карты, выбрал, допустим, себе там золото на будущее, да. То есть за тома, все карты, кроме золота, да, вот церковь и вот эти, в фазу аукциона будут торговаться золотом. То есть начиная с первого игрока будут точно так же открываться верхние с колоды. Я буду говорить, даю одно золото. Ты говоришь, даю два золота. Настя пасует. Соответственно, получается, я могу назвать 3. Это как аукцион проходит. Я понял. Торгуются до тех пор, пока все игроки не спасут и не останется один, который потом золотом расплатится за эту карту, ну она в открытую выкладывается на аукционе, расплатится за эту карту и заберет ее себе. За карточки золота торгуются любыми картами. То есть ты говоришь, я вот за это одно золото готов одну карту отдать. Просто карты и количества. Ну ты-то знаешь, что там... Да, ты потом в конце, в смысле, ты говоришь, 4 карты готов отдать и можешь сбрасывать что угодно. За золото. Ну логично, что, да, что... Можно тома сбрасывать, можно золото сбрасывать. Да, за золото золотом торговаться в открытую. Ну, если, допустим, там... Ну ты их не показываешь. Я понимаю, да. Ты просто не знаешь количество карт. Но ты же знаешь, что ты скидываешь. Ну да, да. То есть, допустим, лежит 3 золота. Ты говоришь, ну я дам 2 карты. И можешь сбросить там категорию, в которой ты не выигрываешь точно, допустим, да, и 1 золото. Вот. И, ну, допустим, тебе уступили. Ну хорошо. Вот таким образом проходит игра Да, считаем победителя по каждой категории, он получает столько, сколько на кубике очков. Все очень просто. Ну, достаточно просто. Угу. Я так протараторил. Можете посмотреть в замедленном режиме. Прямо сейчас. Да, прям сейчас можете. На 0.5 скорость поставить. Да нет, я думаю... А ты не пробовал ставки там, чтобы люди делали там, кто выиграет, кто проиграет? А, зрители что-то ставки делали? Да, зрители ставки делали. Ну, букмекерская контора Леон, да, спонсор выпуска. Ха-ха-ха, это шутка. Надо вырезать. И мне не платят за рекламу. Правильно, ничего. А как делать ставки, если можно промотать видео? Ну, сделать. На стриме. На стриме. Если прямой эфир проводить, то, да, в теории можно, да. Так, ну что, погнали. Давайте я беру, значит, 4 карты. 4 карты. Так, смотрим. Что там у тебя попалось? Говори сразу. Я должен зрителям вот так вот показать. А-а-а-а. Хорошо, хорошо. Ты можешь нам не показывать, просто скажи, что. Да, я беру одну себе. Так, одну выставляю на торги. И вот это вам разбирайте. Начиная с Сереги. Это и то, и то Тома, правильно я понимаю? Да, это Том. То есть один вот такой. Синий, а этот желтый. Да, они сейчас равноценные. Единственное, что здесь... Ну, двоечку себе возьму. Логично. Я вот так беру и переворачиваю. Да. Ты теперь в руку себе берешь. В любой момент ты свою руку сможешь посмотреть. Типа в руку. Хорошо, понятно. Беру 4 карты. 4 берешь, да. Отлично. Раз. Это я так делаю, не надо. Ты енот так делаю. Хорошо, две себе. Нет. Почему две себе? Ты обязан... Вот это твоя рука, да? Бери в сторону. Вот так, да. Ты обязан положить одну себе. Да, одну себе. Одну сюда на аукцион. И две на аукцион. Одну на аукцион. Одну на аукцион. И вот две лам. Ууу, золотишко. Начинаем с игрока следующего по часовой. Слева, то есть, начинай с тебя. Золотишко же было. Да, логично. Все, все, уходи. Четыре карты. Так, что-то у меня. Смотреть нужно, да. Это старый уже стал. Старый стал. Все мы постарели в новом году. Что за бред? Ну, ничего себе. Щедро. Четверочка, я возьму четверочку. Да, вот тут надо запоминать, что берут другие игроки. Какие у тебя шансы в этой категории. Как-то мозг напрягать. Не, ну, это, конечно, если на турнире ты будешь играть. В эссене. В эссене, да. И ставки будут еще люди делать. По миллиону баксов. Да, баксов. То есть, ты просто будешь знать, что если ты сейчас проиграешь, тебя найдут. Везде, да. Тебя найдут монахи, там. Монахи найдут, да. В первую очередь. Да, монахи тебя найдут. Вот он, золотишко. А когда аукцион? После того, как мы всю эту колоду пролистаем. Ну, как... Ну, логично, да. Да, очевидно. Тебя найдут монахи в эссене. Лютые эссенские монахи. Вы же не забывайте, если вы в руку добавляете карту церкви, вы ее в руку не добавляете, вы ее сразу разыгрываете. Ну, у меня и нет. Те карты, которые кубики меняют, вы, если ее у себя оставляете, то... Да, ты же говорила. Можно таким образом гадить соперник, если видишь, что взял там... Гадить! Со стола взял кто-то четверочку? Абатство, гадить! Да. Да ну вас. Да ладно, это веселая игра. Если со стола кто-то взял четверочку, ты раз церковью, оп, и понизил. Так, направляй мне одну себе, одну сюда и две вам. Две мамы, да. Вот. А что эти буквы обозначают? А вот если будет равенство в какой-то категории, выиграет тот, у кого буква ближе к началу алфавита. Это важное правило, да. Ну, а ты так это немножечко... Ну, я как обычно нюансы такие упускаю, которые позволят мне победить. Аж читал. Блин. Господи. Ну что? Не, не, че. Это шутка. Не, 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 не. Тут начитить, мне кажется. Хотя можно, да? Ну, две карты себе положить. Две карты есть. Знаешь, типа карты слиплись, такой оп-оп. Оп. Лайфхаки от Фила. А, выбирай. Угу, угу, угу. Возьмем этот. Ну, я тогда, наверное, возьму эту. Нет. Если ты не против. Ты подумай, ты подумай, что тебя взять. Хорошо. Два-четыре карты. Я? Не ты развал? Ты. Я же ходила. Эй. Вот и пошла читня. Угу. Скорее чит. А тут нету жетончика первого игрока, там, чтобы это... Книга должна быть такая. Крест. Или крест. Крест. Не, аббатство больше как-то к знаниям. Видишь, они даже не носят кресты. Так что это больше четкие. Вот четкие, кстати, да, подходят. Костя, да, вот эти вот, которые не носят. Сюда, сюда. Ну, логично, да, что ты возьмешь? Я? Ну, ты же убирай. Я денежку. Ну, я что говорю, логично. А зачем денежку? Вот вы же не знаете, что вот здесь вы накидали. Нет. Может, гадость какая-то. Я-то знаю, что я там накидал. Ну, я тоже да знаю, что ты накидал. Ну, если ты думаешь, что там хорошие карты, то запасайся деньгами, чтобы их потом выкупать, да. Ну, скорее всего, все хорошие... Все самые лучшие карты оседают на руках, по идее. Ну, если ты их собакали, то я не буду их видеть. Так ты не смотри. Ну, или, да, вот прямо-то. Я зрителям показываю вообще вот что у меня. Да я так уже все вижу. Ты можешь тоже зрителям показать, я посмотрю на дисплей. Так. Вот это вот... Вот это вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, да, вот так вот. Я начинаю понимать. Вот так вот, да. Какой ход уже? Блин, ну, чего вы мне оставили? беспонтовый какой-то. Ну, как бы там две единички было. Да, я в равные шансы всегда ставлю. В прошлый раз две двоечки было, две единички. Так что... Понятно. Ну, это будет у меня для этих целей. Цели еще какие-то тут. Сейчас, знаешь, доигрываем, и Фил такой... А, тайные цели! А, секретные цели! Я выполнил их 18 штук. Все так, все так. Ну, естественно. Так, я церковь. У меня попалась. А, ну ты ее разыгрываешь. А, да, я ее разыгрываю. Ты смотри. Минус один. Ну, хорошо. А, нет, все правильно. Когда открывается карта. То есть, в правилах, если дословно следовать правилам, ты должна карточку перед собой положить в закрытую, а эти в открытую. Ну, вот, да, они разыгрались, и я типа открываю. Да, потом ты открываешь и добавляешь себе в руку, если это не церковь. Так как это церковь, то... Представляешь, какая я умная. Что-то куча триггеров там каких-то сейчас было. Если то, то это. Если так, то пока это не... Все это вверх, да, или тут? Так, красную понизила, да, это сброс. Так, все. Мой ход, да? Аббатуар. Аббатуир. Нет, аббатуир. Аббатуар. Аббатуир. Аббатуир. Ну, да. Монгольское такое. Древнее монгольское слово. Опа. Держите. Богатый выбор. Ничего себе. Ну, тогда вот так. Так. Угу. Угу. Хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Хорошо. Это сюда. Это сюда. А это вот так. О! Вау! Ну и повышай. Сразу взрос играть. Повышай кубик любой. Видите, я всегда вам стараюсь скидывать равные шансы. Я ради веселой игры. Я вот это не люблю. Повышаешь? А ты понижаешь, что? Я понижаю. А я знала, что ты издеваешь. Да что ты? А я тоже знала, что вы сделаете. Бесполезный ход. Нет, ты все правильно сделал. Стараюсь. Значит, он желтую собирает, возможно. Но не точно. Вообще непонятно. Он какой-то мутный тип. Мутный настоятель. Так, одну положила на аукцион. А себе взяла, да? Это не церковь? Да, я взяла церковь. Церковь взяла? Вы сейчас выберете, и я собираю. Ты просто ее в стороночку откладывай. Да, я знаю. Что понижаешь? Желтый. Нет. Красный, иди. Одно победное очко будет за красный. Могли картинки как-то поинтереснее сделать? А я не успеваю рассматривать. Угу, что интересные, кстати. Смотри, лампа Аладдина. Нет. Ну, в смысле, вообще у церковь. Классные картинки. Смотри, том сжигает. А хотя бы разные. А Настя, видела картинки Космополиса? Наверное. Что? Космополис, игра. Стольная, карточная. Нет, не видела. Что там такого интересного? Там красивые картинки, арты. Красивые очки. Она у тебя есть? Я думаю, у Сереги есть. Она у меня есть. Сегодня первый раз, когда я ее не взял. Бери золотишко. А золотишко? Нет, я не буду брать золотишко. Нет. Без проблем. Без проблем. Без проблем учебный. Четыре. Ты что, даже не двигаешься? Та-та-там-там. Пусть там. Пусть пес отдыхает. Он знает, да. Он уже приучился, кстати говоря. Он уже воспитанный. Мальчик. Иногда бывает. Хорошо. Точно. Знаете, что я сейчас сделаю? Я вот так сейчас сделаю. Вообще. Ну, это... Это же... О, хорош. А ты, может, эту хотела? Не, мне та больше понравилась. Та больше? Да. Там монетка одна. Я вам... Там одна монетка юбилейная. Я вам даже скажу, я и себя не обидел. Троечку взял, небось. Мне тут Энигма должна на фоне играть. Эра. Эра, Эра точно. Дурли-ле. Подходит. Или этот... Какой... Григориан. Григориан Лепс? Григо... Я уеду жить в Лондон. В Байсон. Я уеду жить в Эссон. Только кружками плав на столе. О, красавец. Там какой-то музыкальный вечер. Туда? Это сюда. Приятная карта, такие плотненькие. Да, кстати. Ну, Гага вообще молодцы по качеству. Ага. Жажа. Жажа и Джеймс. Нет, реально делают качественно. Могут. Ну, немного. Все, опять на меня хор дошел. Я тут за этими песнями. Это реклама сейчас была, на самом деле. Нет? Кто? Я же только что делаю. А, все, да. А я тут за этими песнями. Ты просто столько карт в руке уже. Я не успеваю осознать, что мне надо. Ну, это такая игра. Представь вот с ребенком играть. Ручки такие. Блин, а вот это? Серьезно. Давай заявку на успех. Ну, это, короче, церковь, я понимаю. Тут туда, а это вам. Что же делать, что же делать? Я еще золоток, все-таки, наверное. Ну, может, он желток собирает, кстати. А они в основном все желтые по единичке, кстати говоря. Ну, двойки. Вовремя сказал. Ну, я так смотрю просто, что в процессе игры есть двойки. Но мне вот только единички попадаются. Среди желтых. Спасибо за ящик золота. Ты не церковь взял? Не, не. А ты ее как-то отложил отдельно? Да, аккуратненько так. Ну и что? Не обязательно, что это должна быть церковь. Знаете что? Мы должны 12 случайных карт были удалить в начале игры. Ну, давай посмотрим. Не, не, не. Вот, как раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Может, еще что-нибудь вспомнить? Все. Нет. Ну, про цели, про нас. Ну, ладно. Там золото. Золото я правильно сделал? 12 случайных карт. То есть вот, все. Практически у нас первый этап закончился. Это сюда. Это вам. Да, 12 случайных карт. Делайте ваш выбор. Угу. Как паспарту, сколько у нас ключей. А это, в смысле, я могу или то, или то сделать? Кстати, да, это или то, или то. Или радуется папа, или здесь кого-то обвиняют. Это папа? Знаешь, как-то немножечко так это... Ну, папа римский, вон, смотри. Это кардинал, по-моему. Кардинал Ришелье? По-моему, это кардинал. С небольшим помешательством. На папу как-то он... Да, он на папу не сильно похож. Не тянет. Но здесь, видишь, с этой, с кого-то, с кафедры обвиняют. Да, господи. Да вот у тебя такая же. Что за этот самый... Что? Гул в храме. Давайте. Так. Да я же сейчас что-нибудь повыше, ты это понизишь. Это Эра играет. Ам акустика просто хорошая. Да, ты ж так и сделаешь, да? Да, я так и сделаю, правильно. А если я понижу? Я не знаю. Ты еще понизишь, да? Мне все равно, ходи. Тебе не все равно. Да, тебе далеко не все равно. Ну, ты должна это раньше меня сделать, поэтому ходи. Тебе должно быть не все равно раньше, чем его. Зеленый. Я его понизила. Зеленый? Угу. Мне тоже все равно. И, видимо, последний ход, да? Последний ход. И потом мы торгуемся за... Потом торгуемся за то, что сюда накидали, да. Понятно. По одной карте. Отлично. Ну, я так смотрю, что... Я выиграл. А вот и зелененький, да? Какую вам? Ну, давайте. Ну, логично. Логично, конечно. Все. Теперь, значит... Церковь. Зеленую сейчас повысят. А вот, исходя из этого, мы делаем вывод, что у нее коричневых карт много. То есть, не обязательно запоминать, что... А, хорошо. Сделали мы такой вывод. А теперь... Как мы повлиять-то на это можем? Вот. С помощью вот этого. То есть, мы сможем, допустим, покупать церковь и понижать ее. Либо не давать ей выкупить коричневые карты. Теперь начинаю, смотри, как... Так как я был первым игроком, я начинаю аукцион первым игроком. И тот, кто ведет аукцион, себе вот так колоду забирает, чтобы не сбиться. Не перепутать ее со своей. Да, да, я так аккуратненько. Так, смотрите. Да, чик-чик-чик-чик-чик. Три золота. За три золота можно кинуть любые карты. Вот. И ты делаешь первую ставку. Да? А мы сколько кругов вот этих ставок делаем? Пока не останется один, кто не спасует. Смотрите, если вы называете цену ту, которую не можете оплатить, то там идет штраф. Оштрафованный игрок должен случайную карту сбрасывать. Ну, понятно. И не может дальше участвовать в текущем аукционе. Или есть штраф такой, пожестче. Что все остальные игроки вытаскивают у него по одной случайной карте с руки и добавляют себе в руку. Ну, хорошо. И карта дальше выставляется. Я готов одну карту дать за это. Ну, какой бы мы вариант штрафа примем? Я предлагаю просто случайную карту сбрасывать и все. Наверное. Одну? Да, одну. Настя, две дашь? Ты три хочешь? Нет смысла. Я три дам. Четыре. Я пас. Четыре? Да, четыре карты за это. Сумасшедшие. Выбирай. Пожалуйста. Ну, так вот я веселюсь, понимаешь? Четыре категории. Я не знаю, вот прям, зачем, зачем ты это сделал? Наслаждаться игрой надо. Не, надо стараться в том тоже время и победить, иначе неинтересно будет остальным играть. Как это? Как это? Нет, мне не надо. Не, ну если все играют просто рандомно вытаскивая карты, то это не очень. Не очень. Не очень. Что? Не очень? Я же сказала, нет, пас. Пас? Пас? Да. Красный, он красный никому не нужен. Пас. Если ты спасуешь, она уйдет, сброс. Можешь одну дать, одну золотишко и твое будет. А карту могу дать? Только за единичку. Нет. Карты только за золото. Карты так за золото. Ну и смысл, единичка. Ну, хорошо, тогда, пожалуй, одну денежку, да? И заберу. Денежка. Денежка. Три денежки. Чего все золото посбрасывали? Ну, я одну карту дам. Одну карту? Я две дам. Я три дам. Я пас. Я буду чахнуть над своими домами. Три, значит, да? Четыре карты дам. Серега что-то прям банкует. Так, что тут у нас? Золото опять? Оу, четверочка. А вот, теперь за денежки торгуемся. Два золота дам. Три золота дам. Четыре. Пять. Шесть. Ого. Сейчас я посчитаю, сколько у меня. Да что сразу? Девять могу зацвать. Сдача не выдается, сразу говорю. Девять. Да ладно, семь. Семь. Бас. Чем-то коричневый нужный. А, Настя же за них-то. Восемь. Девять. Я спасал. Забирай. Офигеть. Ну, она сейчас... А ты покажи. Да можете посмотреть там. Нет, смотри. Золото скидывается в открытую. Три. Шесть. Девять. Все, не собрала. Вот это он сбрасывал. Он зато такие, покажи. Покажи деньги. Менот не врёт. Вечером деньги. Утром. Ты. Не, я открывал сейчас. Да, он открывал. Ты, я забыла. Церковь. Кто хочет? Бешеного священника хотите? Кто хочет повысить себе кубик, например, там какой-то. У нас твоя ставка первая. Ну это что же золото надо? Моя ставка первая. Нет, начиная с игрока справа. Ты открыл сейчас. Золотом, золотом. За золото и серебро. Повышайте. А ещё нет никакой ставки. Один, два. Я вообще в смысле говорю, что повышайте, повышайте. Другой подадим. Четыре. Забирай. И сразу я играю. Да, да. Сразу играешь, повышай кубик. Жёлтенький. Логично. Логично. Поэтому же говорю, он мне прям удачно. Опять золото. Одна карта. И тут держи пока перед собой. Одна. Пас. Настя. Одну тоже. Нет, нельзя. Три. Очень уж... Забирай. Заберу. Забирай. Я? Нет. Вот. Ты открыла сейчас её. Вот поэтому... Да, Серёга был. Ты открывал, а теперь я открывал. Да. Ещё? Ещё. Вот это вы золотом тут намусорили. Ну, одну карту. А, Серёга первый. Чё, золота не надо уже никому, да? Все всё купили, что ли? Что им надо? Ну, хорошо, одну карту. Настя. Раз. Две. Забирай. Так, сейчас выберу, что скинуть. Где-то у меня было тут ненужное барахло. Так, это будет у нас вот эта карта и... Где-то ещё было барахло, 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 вот это. Открывай. Да, что ж такое, а? Сколько, да, что ж, может, ничего не давай. Я? Да. Начинай с тебя, да. Ну, одну. Две дам. Пас. Забирай. Вот это я злато набрал. Ходи. Ты набрал. Я набрал злато. Да вы чё? Будешь ещё злато брать? Нет, пас. Одну. Две. Забирай. Чё, ты в прошлый раз не давала две, если тебе так надо? Я две сказала. В прошлый раз нет. В прошлый раз ты одну сказала, а я две. А, ну так я одну сказала, а ты две, но я потом уже... Три ты уже... Три за это уже как-то... Да. Да вы чё? Тут реально, что ли, одно золото? Нет, так вот. Твоя ставка. Моя ставка. Одна карта. Настя. Нет, пас. Я тоже пас. Одну карту. Вот как надо было выжидать. Сейчас опять будет золото, я заплачу. Давай. Нет. Теперь в золоте давай. И сенсация такая. Три. Пять. Пас. Шесть. Восемь. Забирай. Зато золото много потратил. Ну это не можно, конечно, но... Так. Твою. Один. Два. Пас. Три. Десять. Пас. 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 О-хо-хо-хо. Щедро, щедро. Ну чё, кто... Не пас. Не нужно эти тома сливайте. Ну ты рано пас сказала. Могла бы Серёгу развести на карту. Почему? Я же говорю. Ну. Пас, пас, пас. Пас, пас. Да. Подожди, он спасал. Я спасал. Я теперь за одну карту могу это забрать. А мне уже это не надо. Чё, серьёзно? Вообще уже? Вообще. Золото не будет. У меня нет лишних карт. О, зелёненький. Зелёненький. Сколько? Пас. Ну один. Пас. Пришлось два отдать. Хотел систему обмануть. О. О, три золота. Ого. Один. Одна карта осталась. Одна карта. Как раз может быть чё-нибудь. Две карты. Ого. Пас. Забирай. Церковь. Супер. Твоя ставка. Две. Два золота. Три золота. Четыре. Пас. Пять. Шесть. Семь. Семь. Пас. Как будто костяшки было. Открывай. лично это это просто такая-то серёга открывает поэтому твоя первая ставка да я туда нет ты это открыл я это открыл кто это серёжа твоя ставка не твоя ставка 2 3 4 5 6 меня больше нет забирай за золото в конце игры накопленное ничего не дается поэтому поэтому я и скинул все закончилась колода акцион игроки группируют свои карты по категориям и складывают значение их ценности и определяют кого больше ну вот смотрите то есть вот так золото не имеет значения и вот так у меня значит в синей категории получается 12 больше всех тебя в синий вкладывай перед собой не стесняйся 12 я забираю вот этот синий кубик да за синюю категорию по коричневой категории у меня получается у нас одинаково с тобой 4 плюс 3 7 у насти 8 она забирает коричневый все-таки по зеленой категории у меня 1 2 но желтая 322 забрала желтую и красная красного нет никто и не получается значит вообще то есть получается победила настя у нее 8 очков у серёги у меня 1 но у меня 4 ну там две четверки да да вот так господа и дамы вот такая вот игра у нас получилось я надеюсь данное видео вам было полезно интересно и играть больше хорошие настольные игры с вами были серёга настя и филипп канал твой игровой всем пока